Преданность и любовь к своему отечеству, своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины, именно так трактуется понятие патриотизм. Об этом сейчас говорят много. Одни считают, что патриотизм это врожденное чувство, другие, что оно воспитывается в семье и формируется с возрастом. Вячеслав Куон вместе с учащимися восьмых-одиннадцатых классов девятнадцатой школы собрались, чтобы поговорить о патриотизме и героях современности, провести диалог поколений. Скажите, пожалуйста, какая тема была сегодня на разговорах о важном? Героя. Каких героев ты можешь назвать? Я могу назвать Макарова Николая Александровича. Он учился в нашей школе, затем он был младшим лейтенантом милиции и погиб в ДТП, когда он, получается, предотвратил машину, остановил, которая угрожала общество. Ну, да, да, еще какие можете герои, Ира, пожалуйста. Например, Сергей Сотников, который в городе Ижма был заброшен в аэропорт, и Сергей в свое удовольствие ухаживал за этим аэропортом, постоянно убирал лишнюю растительность или разметку рисовал. И так получилось, что в 2010 году у одного из авиалайнеров произошла критическая ситуация. Отказала вся электроника, и самолету нужно было экстренно приземлиться, и как раз благодаря заслугам Сергея этот самолет смог сесть на эту взлетную полосу, и Сергей спас жизни 80 человек. Говоря о героях и героизме, глава округа отметил, что это обычные люди, и они живут среди нас. Героем может быть каждый. Помочь донести бабушке сумку до дома или принести из колонки воды – это тоже геройский поступок. Проявить сострадание и оказать поддержку – вот что такое героизм. Мне кажется, понимание, понятие героя – это очень такое большое, обширное. И когда мы говорим, что герои живут среди нас, это очень верная такая формулировка. Потому что, вы знаете, очень много людей, которые живут в нашем городе, которые учатся в вашей школе, которые в обыденной жизни делают многие вещи, их можно тоже назвать героями. Кто-то едет в автобусе и, вопреки некоторым бытующим мнениям среди молодежи, уступает место кому-то старшему. И он, вопреки мнению окружающих людей, делает поступок. Это тоже геройский поступок. Мы были в одной из школ нашего города, в Артемгрессе, и вручали учрежденную медаль вашей сверстнице Ангелине Гвоздь. Обычная девочка, которая гуляла, проходила и увидела тонущего ребенка. Она, вот просто не задумываясь, бросилась на помощь, спасла его. Ангелина совершенно точно не считает себя героем. Она не готовила себя к этому поступку всю свою жизнь. Это произошло у нее абсолютно обыденно. Почему? Потому что так ее воспитывали родители, так ее воспитывали учителя в школе, и так она воспринимает жизнь. Участники круглого стола высказывали свое мнение, делились эмоциями и задавали вопросы главе. Я, Витя Наринов, ученица 11-го класса. Я хотела бы задать вам вопрос. Уважаемый Витал Костилевич, а вот как вы считаете, как лучше сохранять память о героях? Ну, вы знаете, действительно, во-первых, за героями ходить далеко не нужно. Я об этом всегда говорю, что герои есть среди нас. И это очень важно, что вы начали нашу беседу вспоминая именно людей, которые учились в вашей школе. Это один из примеров, как нужно сохранять память о героях и воспитываться на их примерах. Сегодня достаточно много исторических каких-то документальных вещей, которые говорят о подвигах наших героев, которые происходили, повторюсь, на протяжении всей истории России. И, конечно, их нужно изучать, их нужно смотреть, о них нужно знать. Я буквально в составе делегации Приморского края, в составе, вместе с губернатором, был в Республике Беларусь. Это сегодня отдельное государство. И все вы знаете по истории, война, Великой Отечественной войны, как раз начиналась с тех районов, Украина, Беларусь, это первая наша региона, тогда Советского Союза, которая приняла удар фашистской Германии. И вот Брестская крепость, это крепость, которая не просто создавалась в народном месте, это крепость, которая была создана с древних времен и выполняла всегда свою такую оборонительную функцию. И сегодня это большой, очень реальный комплекс, где зафиксированы все исторические события того времени, того момента, как происходила оборона. И когда ты проходишь и читаешь и смотришь на все эти вещи, конечно, ты более неволей погружаешься в то время и на минутку себя представляешь и понимаешь, что пережили, переживали те люди, которые практически все погибли, защищая Брестскую крепость. Без прошлого нет будущего, поэтому так важно знать и помнить историю своей страны, ее героев, защищать интересы Родины. А главное быть человеком. В этом и заключается патриотизм.